Объявлены предварительные итоги референдума. Около 80% поддерживают проект новой конституции. Окончательное решение будет официально объявлено Центральной избирательной комиссией в течение 10 дней. Поступили данные с 2271 участка или 99,9%. Из включенных в список избирателей 3 млн 318 тысяч 130 человек в голосовании приняли участие 1 млн 295 тысяч 943. Таким образом, явка составила 39,06%. На выборах городские кенеши проголосовали 386 тысяч 365 человек или 36,82%, воильные 909 тысяч 578 или 40,9%. 7% барьер в Бишкеке преодолели 6 партий из 25. В городе Ож 4 из участвовавших в выборах 9 партий. За последние полгода в Кыргызстане прошли несколько выборов. 10 января на референдуме 80% избирателей проголосовало за президентскую форму правления. По мнению экспертов, основная причина потери общественного доверия к власти и парламентской формы правления – безответственная и хаотичная система правления на протяжении 30 лет. Мы, чтобы выйти из такой кризисной ситуации, необходима очень сильная политическая воля и должны сделаться необходимые конкретные политические шаги вперед. Политическую волю президент показал. Теперь мы, граждане Кыргызстана, сохраняя за сохранение стабильности, целостности нашей страны, мы должны сделать также вперед решительные политические шаги. Согласно проекту новой конституции, глава государства в зависимости от своего статуса имеет право, обязанности и, самое главное, ответственность. К сожалению, были попытки перевернуть общественное мнение. Как отмечают эксперты, население устало от политики. Избиратели выбрали и одобрили путь развития государства. Хозяин – власть и народ, и никто не может этому противостоять. Мы очень довольны результатами референдума, которые буквально подтвердили результаты референдума от 10 января. То есть мы переходим полностью на президентскую систему правления государством. Это очень важно. В конце концов, ведь даже в крупных странах уже давно действует президентская форма правления. Так, в Соединенных Штатах Америки, во Франции, в России, да и в Китае. Ничего там плохого не случилось. Экономическая ситуация в стране оставляет желать лучшего. Сегодня, вместо того, чтобы заниматься политикой и создавать хаос, необходимо действовать. Нужна стабильность и решительные шаги для роста и развития страны. В то же время аналитики считают, что каждый кыргызский активист должен чувствовать свой долг перед республикой. То мы должны сейчас реализовать результаты референдума в жизни. Давайте будем подальше от такой политики, от политиканства. Давайте все слои населения, включая и гражданство общества, и правительство организации, включимся реализацией результатов референдума. Это быстрее привести в соответствие все законы, как обычные, так и конституционные, чтобы они отвечали идеям новой конституции. Проект конституции, который предусматривает президентскую форму правления, был одобрен народом. Теперь соответствующим государственным органам и парламенту нужно привести в порядок законы. Об этом вчера заявил и президент в ходе встречи с журналистами. На сегодняшний день эту конституцию впервые подготовили мы сами. В этом участвовали наши аксакалы, наши академики, доктора юридических наук. В открытую обсуждали с народом, вместе с народом и вынесли на референдум. Ни один документ не идеален. Для реализации положений конституции будет разработан ряд дополнительных законов. В целях реализации указа президента образована межведомственная экспертная группа. В состав межведомственной экспертной группы вошли представители Джоорку Кенеша, Верховного суда, Генеральной прокуратуры. Сейчас начата организационная работа в данном направлении. Прорабатываются вопросы регламента работы межведомственной экспертной группы, критерии инвентаризации подбор экспертов. После принятия новой редакции конституции теперь придется переделать почти всю систему законодательства нашей страны, в том числе конституционный закон Кыргызской республики, который раньше назывался «О правительство», теперь будет называться «О кабинете министров Кыргызской республики». На протяжении 30 лет Кыргызстан в поисках верного пути своего развития. Главные условия демократического обновления – воле народа свободно высказываться на выборах. Президент отметил, что только когда в государственном управлении будет подотчетность, верховенство закона будет сохранено и будет сделан решительный шаг в будущее.